Ильдар Ахунов одним из первых обнаружил, что купель в селе Бима для купания стало непригодно. Мужчина рассказывает, очень хотел освежиться после тяжелого рабочего дня. К тому времени уже стемнело, поэтому Ильдар нырял практически не глядя. Я быстро окунулся и выхожу, и чувствую, что со мной что-то не то. Тело жирное, в пленке какой-то. Волосы потрогал, потом уже вышел, понял, что типа масло, потому что раньше в нефтянке работал. Значит, такое нефтепродукты. Вот на мне образовалась миллиметровая пленочка, наверное. Вслед за Ильдаром маслянистую ванну приняли еще несколько человек. Только при свете дня местные жители разглядели, что вода в купеле отравлена неким химическим веществом. Общими усилиями они стали собирать реагенты, очищать воду. Много бутылик, конечно, я откачал. Бутылик 20, наверное. А пленки, ну как, сколько и влили, 5 литров влили. Вот так вот. И оно осталось. Мы ее утилизировали на костре. Сегодня сельчане вызвали на место экологов. Специалисты взяли пробы воды, чтобы определить, какое именно вещество было сброшено в купель. Результаты экспертизы будут известны через 5 дней. Здесь отобрали пробу. Пробы отобрали на общий химический анализ. И острую токсичность. Также будем следовать на нефтепродукты и фенолы. Как заверили нас специалисты, маслянистая жидкость, которую неизвестные вылили в купель, в сам родник, к счастью, не попала. Вода здесь осталась чистой и ее можно спокойно пить. А вот сама купель в ближайшее время работать не будет. Ее закрыли на 20-дневный карантин. Именно столько времени потребуется, чтобы полностью очистить воду от остатков маслянистой жидкости. Осмотрев место загрязнения, мастера пришли к выводу, что маслом уже успели пропитаться и бревна купели. Поэтому, чтобы здесь снова можно было купаться, чистить придется не только воду, но и деревянную обшивку. Газовыми горелками просто выжигать сверху отработанное масло и выжигать бревна. А потом дальше будем думать, что еще можно сделать. А вот ответа на вопрос, кому пришло в голову слить химический реагент в купель, у жильцов до сих пор нет. Ведь если кому-то срочно понадобилось избавиться от отработанного масла, это можно было сделать в какой-нибудь заброшенный овраг или в канализацию, недоумевают люди. Вообще без понятия, может быть это детская шалость, а может быть это какой-то злой умысел, только непонятно чей. Сюда люди приходят купаться каждый день, каждое утро, то есть в крещении здесь масса народа. Просто ума никто не приложит, что произошло и почему именно здесь это сделал. Может быть это какое-то пьяное недоумие, будем говорить так. Знаю, что это от лукового. А так даже и представить не могу кому в голову, в голову пришло прийти такое светотатство. Поиском злоумышленников теперь займутся полицейские, которым также сообщили о произошедшем. Помочь их найти должна в том числе и камера видеонаблюдения, установленная прямо напротив входа в купель. Андрей Шульга, Андрей Ключников, Телеканал Эфир.